Так, ну ладно. Значит, открывайте видеоредактор. Меня хорошо слышно? Отлично. Значит... А вы что, проект никак не обозвали? А я в редакторе не делал его. Я его сразу... Как снял, посмотрел, так я отправил. Потому что попробовал в редакторе сделать, у меня качество хуже стало. Первое. Значит, уровень громкости... Был недостаточен. Вы, очевидно, микрофон плохо поднастроили. Ролик слышен слабо. Но я по максимуму сделал, больше я уже не вытянул. Вытяните, покажу как. Теперь дальше. Значит, мне нужно... Чтобы вы вот здесь в менюшке... Так-так-так-так-так-так... Что-то вроде бы промелькнуло. Мне нужен системный монитор, чтобы вы вывели... Я понял, я понял, я понял. Так... Сейчас, Алена, посмотрите... Посмотрите в системный... Может быть, в системных мониторах там сидит. Вот оно. Вот на панельку его задаю. Так, куда тут он у вас встал? Давайте посмотрим. Вот оно. Ну и прекрасно. Значит, вот идем в система... Процесса. И теперь мне нужно, значит... Так, вы человеку поставили, я смотрю... Цинамон или что? Это мой. Я смотрю, что системный монитор несколько другой. Так, ну ладно. Значит, перепроверяемся еще раз. Свойства. Звук. 150, ну, по максимуму. Ладно. Теперь смотрите сюда. Значит, ну, я тут там вам ничего там не режу, не изменяю и так далее. Значит, а... Вот вы решили, значит... А, мы еще не обозвали. Значит, ну, первое. Всегда делайте проект и сохраняйте его под каким-нибудь названием. По барабану, допустим, 1, 1, 1. Папка проекта. Ну где? Ну, видео обычно. Конечно. Вот здесь вы выставляете частоту и качество. Вот качество сейчас у вас 1080. А то, с которым вы выложили 720. А вот сейчас будет качество выше. Теперь дальше. Значит, тут вы там что-то там отрезали, что-то там сделали. Подогнали там все. Поднастроили все нормально. И решили выпустить это дело на гора. Вот выбирается Blu-Ray. И качество выбирается не низкое, а самое высокое. А, профиль Blu-Ray. Вот, 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 вот. Вот этого нет. Ну, обратите внимание, почему я, допустим, в системном мониторе у вас выставил очень низкий приоритет. Поняли? А, я понял. Это не зависит. Да. Потому что, если сразу несколько программ там работать, ну, и очень большая, значит, это самая вероятность того, что просто-напросто все зависит. Вот AMD процессоры, тем они лучше Intel. Ну, поехали. Нажимаем на экспорт видео. Здесь, значит, сворачиваем окошко. И теперь уже, как говорится, независимо там ни от чего, делаем все это дело. Теперь дальше. Открывайте свою страничку на трубе. Смотрите, Сергей. Значит, сейчас вот ролик делается, да? И, кстати, делается довольно-таки быстро. Почему? Потому что он по продолжительности-то он небольшой. У вас тут вот пять минут там шестнадцать секунд всего. Поэтому, в принципе, даже можем, как говорится, для чистоты эксперимента и подождать немного. Так, а ну-ка, как у нас тут процессы какие? ЦПУшка хорошо занята. А вот с оперативкой, смотри-ка, Мэйд, как хорошо справляется. Да, у меня наоборот, у меня почему-то... Это тридцать два, это тридцать два. Нет, у меня шестьдесят четырехбитная машина, Цинамон, но у меня обычно живет больше оперативки, чем ЦПУ. Цинамон много живет. Да. Да. А это, не знаю, этот, 17-2. И причем он конкретно указывает, сколько. Вот, допустим, видишь, ЦПУ. В основном он берет, вот, редактор видеопрограмм. Ну, в принципе, а оператива, ну, тоже она прилично берет, но 7.UR берет больше, по-моему, насколько я понял. Больше, больше, да. Он на первом месте стоит. Вот. Значит, ну, собственно говоря, без разницы. Значит, что мы сделаем? Вот на этой вкладочке, так, дублировать тут есть? А, это же не Google Chrome. Это Chrome. А, Mozilla, это Mozilla. Mozilla, потому что в Chrome там есть, сразу можно нажать, и чтобы получилась двойная вкладка. А еще одно открыть? Так, открыть вот мы сейчас сделаем. Ну, или так, да. Вставляйте. Так вот, здесь, значит, мы сразу приготовимся, и как только видео будет сделано, мы начнем этот файлик забрасывать. А, значит, здесь на этом компьютере у вас поставлена, или нет, программка SM Player там, или еще какая-нибудь? Да, стоит. Ну, все прекрасно. Вот сейчас, как только мы сделаем экспорт видео, мы поисследуем, значит, свойства вот этого файлика, который мы сейчас сделали, и свойства предыдущего файлика, который вы забросили. Потому что вот здесь, вот посмотрите, стоит HD, но у меня только стоит 720, то есть 1080 он не дает. А у меня, скажем, требования высочайшие в этом плане максимально, что можно выжить, потому что даже 720 он иногда дает нерезкость. А вот 1080 на экране человек разворачивает, но все прекрасно видно. Конечно, тем более сейчас у многих хорошие мониторы будут. Да, и все там объяснения видны и подробно. Но еще, значит, вот повозимся немножко с настройками звука, потому что, как говорится, вы человек-то опытный, и мне вам гораздо проще будет подсказать все это дело. Да. Я ролик потом сам людям покажу о тонких настройках, значит, скажем, в процессе, значит, там, редактирования и съемки, вот чтобы люди вживую видели, что вот, да, бывает на ура там видеоролик сделал, но вот придать ему необходимое качество, и вы видите, что я звук на 50% еще увеличил, чтобы все-таки было немножко погромче. И сейчас мы это сравним сначала на компьютере, а потом, значит, забросим на трубу, и еще и на трубе попробуем это дело проверить. Сравните два ролика. Просто другому ролику мы пока дадим другое название, и потом, когда все это, если вам понравится, значит, вот этот ролик вы просто закройте для публики, все данные перенесем из него в другую папочку для нового ролика, проверим, вот, и когда все будет нормально, просто-напросто будет уже несколько другой ролик, вот и все. Значит, что делаем сейчас? первое. Менеджер. Так, как бы нам сделать, чтобы и то было, и то. Ага. Открывайте программу SM Player. Это значит, она у вас должна находиться в аудио-видео. Вот она. И, значит, здесь мы пойдем в папочку. Вот. Ну и прекрасно. Значит, вот сначала откроем все окна скайпа в одном. Значит, в данном случае, значит, вот тут даже на максимум даже вот громкость выведена. так, один секунд дайте мне. И где у вас вот здесь громкость? Вот. Сделайте стопроцентную. Вот так, я вот. Подождите. А что вы здесь слышите? А стоит ролик. Какой уровень громкости здесь сейчас? На самом видеоролике? Хорошо ли слышно? А вот все на меня глупости. Ну, я вот сейчас буду молчать. А вы вот этот ролик прослушайте и скажите, достаточно ли хорошо или громко он слышен? Юмор понятен, да? Да, да, да. Теперь поехали сюда. Значит, здесь где-то там штучка должна быть с настройками. А, тоже мне. Смотрим. Разрешение. Смотрим. Вот оно. Раз. Это моего экрана разрешение. Не только. В таком, как говорится, это дело и выдает. Значит, формат. Вот, обратили внимание, да? Да. Теперь, значит. Так. Да, ладно. Я сейчас открою. Откроем теперь вот этот. Привет. Сегодня попробуем. И, как вы понимаете, громкость стала получше, да? Здесь громкость получше. То есть, вот такие вот маленькие нюансы, но на качество они влияют. Во-первых, у вас выставлено очень хорошее разрешение экрана, даже для больших компьютеров. И плюс, все аудио и видео настройки сделаны в высоком качестве. Поэтому, значит, я тут больше мыслю по древу распыляться не буду. Теперь пойдем, значит, вот сюда. И давайте вот этот файлик будем... Где тут видео? Вот оно. Сделали мы его. И будем его грузить. Значит, пока тут суть додела. Значит, что мы можем сделать? Мы можем пойти вот сюда в настройки. И из открытого доступа пока сделаем доступ закрытым. И теперь самым наглым образом займемся, как говорится, копированием, чтобы вручную все это дело не заводить. Дальше, значит... Все команды здесь или я не все скопировал? На одной стройке все команды. Значит, вставляем сюда. Так, теги вы какие-нибудь сделали? Скайп, скайп, так. Ну вот теги, наверное, придется мне вам вручную завести. Так, скайп, скайп, окна скайп. Ну, давайте, пока там время есть, заводить теги. Так, давайте сейчас отсюда. Все теги уже прям остановиться. Где здесь я… Вот такая… И это все плетёг. Не в куртёг. Там нас немало все. Ну, там вот и все. Это тоже все подогали вообще. И в куртёг. В куртёг уже фильмы не появилась. Но я не сомневаюсь. Как вы видите. Ну, насколько мы видим, ну сейчас я еще от себя тут добавлю так скайп одном окне достаточно этого будет так пока суда дела бежим еще сюда разрешить комментарии а почему бы не разрешить разрешаем но вот сначала новый что показывали и чтобы ваше авторство как говорится не было забыто затем обратно сюда перейдем обычно значит у меня создан плейлист для linux да так ну и осталось значит еще обработать там пять процентов как говорится всего там ничего причем значит ну вот еще раз чтобы сравнить я просто вот ну напишу здесь снова сохранить бог с ним пусть там сохраняет целом это с вами все это дело сможем просмотреть значит вот я еще раз вам даю в живую сравнить уровень громкости еще раз посмотреть на качество которое у вас было вот качество неплохое у меня требования принципе 720 1080 ну звук то сейчас мы еще и и запись вам сделаем подождите вот загрузим тут осталось уже совсем ничего опубликуем сравним с тем что было и тем что стало и в принципе но он тут все уже пишет сделано только надо опубликовать час подождем немножко так это тоже мы пока ну вот здесь вот должны появиться там окошечки да пока там суть до дела вот ну я его и оставлю чё хороший значок теперь значит вот пошли сюда и и здесь обычно первые там опять 10 там 15-20 минут обычно до получаса вот качество видно только 360 затем проходит какое-то время и вот на шестеренке появляется красный кружочек и в нем будет написано hd то есть высшее качество но пока что мы можем здесь проверить проверить звук вопрос и есть теперь поехали дальше по настройкам значит пусть он пока там становится высокого качества еще один такой маленький нюансик значит ну open shot чтобы память не ел я сейчас его закрою и плюс у вас проект сохранился курочки вот там как нравится теперь дальше мне нужны будут две клавиши первое значит управление звуком и вторая чтобы вы включили simple screen recorder ну simple screen recorder я знаю а вот звук где тут у вас сидит ну вот 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 да так давайте-ка я пока его добавлю на панель где-то у нас аудио видео вот а simple screen recorder вот оно да тоже пока добавлю на панель потом поубираете мне чтоб просто каждый раз до них там не прыгать значит еще раз проверим настройки simple screen recorder вот допустим здесь youtube сделано допустим здесь все равно мы потом в опеншоте сделаем все что необходимо да да так здесь допустим делаем вот такую простейшую запись например там даже если три ролика с одним названием сделать но они сохранятся просто будут даты разные создания вот и все так и нажму-ка я вот так вот да хотим этот профиль перезаписать все настройки верные пошли там дальше так где тут у нас на вот значок появился теперь значит бежим сюда значит и смотрим вот здесь здесь уровень громкости выставлен вполне приличная берет он у нас от лайв камера какая-то там стоит и вот когда я раз когда вы говорите вот по ползунку сразу видно что у вас в принципе уровень то хорошей громкости проверять всегда себя нужно вот на сто процентах то есть когда вы там какой-то ролик что-то там делаете у вас должна быть выставлена стопроцентная громкость как стандарт потому что вы запись делаете а вот здесь вы уже можете скажем порегулировать громкость записи скажем так опытным путем показываю вот например то есть вы делаете как бы пристрелочные вещи первое вы начали запись вот красный глаз появился значит запись идет теперь значит я умолкаю лично вы говорите там пару минут и ползунок сделайте так сначала поставите вот в это положение потом где-то допустим вот так там вот так там вот так а затем запись закончим и уже вы будете проверять поехали ну вот пробную запись значит сделали ну сохраним и и теперь побежим да куда-то туда же аудио видео сейчас я а в 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 Сделайте так, все тело поставьте руку, это положение, вот вы делаете, вот так, вот так, вот так, вот так, я понял. Закрылась, закрылась, и я уже выйду из-за этого. Раз, два, три, четыре, пять, проба записи, проба записи. Раз, два, три, четыре, пять, проба записи, проба записи. Раз, два, три, четыре, пять, проба записи. Ну, как видите, у меня получилось, что где-то вот в этом районе у вас получается и громко, и чисто, и даже не фонит. Прав я? Да, дальше шум появляется. Если шум есть, надо чуть-чуть поменьше сделать, чтобы вот его не было. Вот где-то так вот, как вот было? Ну, сделайте сами. Вот примерно вот где-то так, а дальше появляется шум. Угу. Ну вот. То есть, понимаете, единственное только что, всегда старайтесь проверять при громкости звука равным 100. То есть, это ваш стандарт, по которому вы должны ориентироваться, как вас пользователи будут слышать. То есть, обычно у людей выставлена, скажем, там, 100% громкость, чтобы им не надо было вот до конца вот сюда ручку утягивать. Вот, берите стандарт. И при стандарте старайтесь сделать такой уровень громкости микрофона, чтобы все равно было слышно громко хорошо, но не фонило. У меня поначалу такие ошибки тоже бывали, особенно в моих там первых видеороликах. А потом вот, ну, когда уже вот с настройками с этими поработаешь, приобретается какой-то опыт. Вот. И вот он же ведь запоминается в параметрах, понимаете как? И когда вы вот все это дело сделали, вот у вас будет что получаться. Значит, ну, ролик здесь попробуем мы обновить. Так, где тут обновить вкладку можно? Наверное, вот видите? И вот теперь давайте посмотрим, вот вам качество, и вот вам звук. Вот посмотрите, как выглядит скайп, свежоустановленная система. И вот теперь, значит, скините мне ссылочку, и я с большущим удовольствием, значит, помещу ваш видеоролик на своем блоге в разделе о, значит, о скайпе. Потому что качество высочайшее, звук очень даже приличный. Ну, и для пользователя это уже будет большое дело. Значит, теперь, значит, ну что, значит, Юльчитай, значит, открывай, как говорится, личико. Идете вот сюда. И снимайте, значит, открывайте доступ для всех. Откройте доступ. Сохраняйте, опубликовать. А вот этот вот ролик, да куда там он оденется? Во-первых, нет, неправильно, не надо копировать. Я объясню. Вот когда вот открыли, пошли сюда, и вот, в принципе, вот отсюда ссылка будет корректная. Да, вот выделите ее, и мне сейчас в скайп прямо скинете, а я тут уже, ну, помаракую, как говорится, там, чего и как. Открывайте скайп, и вставляйте мне, и посылайте. Пока не вижу, что он ко мне ушел. Хочет, не хочет. Enter нажимаете. Однако. Вот. Свернем пока скайп. Теперь, значит, этот у нас уже, как говорится, качество плохое, хоть и 15 просмотров. Ну, а куда деваться? Удалить. Да. Значит, каким образом? Значит, удалить можно вот так. Так. Это, значит, надо снова в режиме редактирования, наверное. Погодите. У меня, я поясню, у меня вот здесь вот, так, ага, ну-ка, будет здесь это опция или нет? Нет. А вот их две, вот их две. Вот, 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 наверное, вот. Один открыт, а другой должен быть, подождите, не торопитесь. На одном должен быть замочек, а здесь то у вас это не видно, значит, мы не то выбрали. Дайте мне еще раз посмотреть. Где-то что там? Погодите. Дайте-ка мне. Сейчас я вам скину, чтобы у вас было... одну секунду мне дайте. Потому что оно, в принципе, в этом плане везде одинаковое. Вот, три минуты назад. подождите тогда можете вы подождать и не торопиться вот все нормально значит я хотел у меня вот точно такая же штуковина ну посмотрите у вас она должна сейчас самое показать скорее всего вот вот эту опцию надо вам завести куда-нибудь прям во вкладочке посмотрите вот видите замочек теперь вот что а вот вот эту подсказочку она будет показывать вам все ваши видеоролики сколько ним сделано там просмотров и так далее вот закрепите куда-нибудь во вкладках к себе там или вишенку скопируйте она называется вот менеджер видео видео и там вот хорошо все такие вот скажем так вопросы видны и написано что в качестве hd и что авторство ваше там соблюдено и прочее и прочее ну вот значит я считаю что мы как говорится не зря постарались вы во первых выложили в сеть ролик очень хорошего качества а я людям показал еще раз тонкости настройки значит вот который необходимы при публикации на видеороликов так что значит я сейчас первое опубликую сначала ваш ролик у себя на труд на блоге а затем займусь значит видеоредактором и сделаю ролик вот именно по тонким настройкам скажем звука и симпл скрин рекордера там и опеншота там ну вот пара вид по по видеонастройкам так что вот удачи вам давайте сергей значит теперь вы у меня уже будете специалистом по видеонастройкам я сказать скайп давайте свой буду на вас людей перенаправлять разрешаете но все спасибо вам большое сергей хорошо теперь ролик я думаю от вас будут высочайшего качества